слава украине привет всем от полонского ребята интересные новости пришли из сша только что из штата колорадо но не только что это по нашему времени они были личными эти новости так вот там штате колорадо местный суд запретил трампу избираться сразу скажу что ну какого плана это запрет это запрет на участие в праймерис в этом штате связано с событиями 21 года когда 20 когда толпа подстрекаемая трампом именно трампом не не пушкина мы помним да что было большое собрание значит сторонников трампа которые считали что выборы у них почему-то вдруг украли чего они так решили ну потому что их накрутили таким соответственным образом ринулась на штурм американского же капитолия учинила там погром в дальнейшем мы помним но самое главное это подлая роль трампа вспомните сначала он всю эту толпу накрутил вот так я я сейчас я не претендую на историческую справедливость я скажу как с моей точки зрения это выглядело значит как поступил трамп как поп гапон значит смотрите гапон накруть накручивает толпу накручивает толпу заводит ее до определенной степени что они уже готовы разорвать и после его слова не готова разорвать все всех и вся все и вся и запускает толпу в известном направлении а сам сбегает красиво как уже смотрите отдых накрутить тогда крутил сам убежал какой красавица какой герой но избежал а типа я не я это они пошли я вообще я ходил под мотыльков считал тогда бабочек с очком вот очок видите бабочек ловил он бабочка лежит и убежал а эти пошли значит громить капитолий погромщики опаньки и уже несколько раз юристы пытались воспользоваться статьей в конституции сша старая статья но тем то и цена конституция нормальной страны что исполняется что первых эти статьи актуальны и на сегодняшний день и то что она старая она по моему 6 19 века вообще не имеет никакого значения и и практически никогда не пользовались но по этой статье человек который принимал участие в я сейчас тоже не скажу это по-английски в погромах или в заколотах заколот заговора против соединенных штатов америки не имеет права принимать участие выбора и наконец-то первый суд сделал абсолютно логичное решение то есть что погромщик не может принимать участие вот собственно говоря все судского колорадо в колорадо решил так это интересно это уже прецедент то есть во первых он не имеет право сейчас колорадо участвовать в праймере республиканцев это первый момент вот но и я так понимаю что в выборах колорадо он тоже не имеет права участвовать потому что вот эта статья Конституции США, она говорит о том, что этот человек не в праймерзне имеет право участвовать, а вообще в выборах. Вот это уже интересно. Слава Богу, есть уже такой прецедент. Конечно, тут же взвыл вот этот весь кокус свободы, так называемый. Они кричать начали. Почему раньше судьи это не делали? Я так думаю, что на них просто было сильнейшее давление. Но чем ближе к выборам, тем американцы яснее осознают, в какой кошмар Трамп может их засунуть. И вообще, что он может сделать с Соединенными Штатами. И, собственно говоря, видите, начинаются ростки, как говорится, ростки разума начинают пробиваться все-таки. У республиканцев есть прекрасные кандидаты. Та же Ники Гейли вообще чудный кандидат. Я опять свое высказываю оценочное осуждение. Как его там? Крис Кристи. Ну, окей, я понимаю, не проходной. А вот Ники как раз проходная. Вот. Даже тот же Десантис, он не такой, как вот это вот. Вот это вот. Вот эту. Я даже не буду говорить. Я свое оценочное осуждение со стороны. Меня, понимаете, для меня важно, хотя я прекрасно понимаю американцев, для них важна южная граница и т.д. и т.б. Почему они ее не закрыли в течение такого количества лет, я не знаю. Это такое дело. Надо, значит, работать с своими президентами, чтобы они закрывали вашу границу. Они делали из нее проходной двор, через который уже лет 50 ходят люди, а не два года. Вот. Ну, вопрос не ко мне. Но в то же самое время выбирать человека, который уничтожит. А я не сомневаюсь, что Трамп сделает котлету из Соединенных Штатов. Почему? Я вам объясню. Очень простая, очень простая причина. Смотрите. Трамп полный изоляционист. То есть, он делает вид, что ему начкать все, что происходит снаружи. Его интересует только то, что происходит снутри. Но если бы Америка жила на планете Марс, где у нее нет соседей снаружи, то в таком случае, конечно, это было бы абсолютно правильно и абсолютно оправданно. Он бы сказал, ну, какая мне разница, что там где-то снаружи, если снаружи не существует. Действительно, занимайся тем, что внутри. В случае Соединенных Штатов Америки есть 200 стран. Или сколько. И часть из них, прежде всего, такие как Россия, Иран, в меньшей степени Китай, руководятся, Китай даже, ну, не настолько опасен, он опасен вторичный. И Россия, Иран, но остальные помельче шизики, там, Венесуэла, Никарагуа и так далее, управляются полными шизоидами и представляют собой огромную опасность. А Трамп, он напоминает не рыжего страуса, только вот, вот шевелюр, это как хвост у страуса, да, он шевелюр острержит и хвост у страуса острержит, точно так же, только сзади. А башка в песке, он этого всего предпочитает не видеть. Он предпочитает сдать всех своих союзников нахрен, потому что они ему, ну, как он, это он, это не мои слова, это он, пошли вон, я не буду вас защищать, я не буду исполнять своих союзнических обязательств, пошли вы вообще в задницу, пускай нас всех, перережут. И все, а я буду такой красивый, замечательный, жить в Америке, и тут ничего не произойдет, мне вообще наплевать, что там происходит. Проблема в том, что да, действительно, первое время происходить ничего не будет, а потом будет, а потом 11 сентября покажется фитюльками, потому что Россия, Иран, Китай, подомнут под себя все, что можно подмять. А вы будете одни такие красивые, с американским флажком сидеть посередине, у нас бензин дешевый, ну придурки что говорят, у нас бензин дешевый, у нас бензин дешевый, все остальное погрин, мир русится, у нас бензин дешевый, ну каким идиотом надо быть, да, тут полцента за бензин, там значит, там весь мир рухнул, и рыжий Трамп посередине, с прической. Понимаете, то есть если первое правление Трампа, Америка как-то пережила, об этом даже говорят его собственные, вот его Джей Бултон говорит, целый у него советником был, то второго пришествия она уже не переживет, он его нахрен развалит. Просто не потому что развалит, изнутри развалит, потому что понимаете, очень тяжело такому человеку, с таким, так сказать, могучим интеллектом покоряться. Это с одной стороны, то есть часть, ну вот 50% людей, если не больше, его категорически же не воспринимают. Вот. А с другой стороны, он разрушит всю систему безопасности мировую, другой ничего не выстроит, и соответственно, последствия будут крайне печальные для самих Соединенных Штатов, потому что в результате враги уже будут сидеть не в Москве, а они захватят все, и будет и в Мексике очередной Путин сидеть такой, да, и в Канаде, возможно, и где хочешь, потому что Трамп профукает все, что можно. Это мое, опять, остаточное суждение, но я так думаю, действительно. Потому что, когда человеку наплевать на все, что за забором, вот представьте себе, вы живете в доме, за забором у вас там, господи, прости, что творится. Да мне плевать, что там за забором, абсолютно все равно, меня это не касается, но в результате вот эта огромная проблема, если там мусор, например, собирается, он через забор насыпется к тебе. Это условно, но вот так это может быть в результате. Поэтому, сказать, что вот эта изоляционистская позиция, она правильная, она дурацкая, это мягко говоря, она дебильная. И, как говорится, не хочу вмешиваться в американские выборы, я это еще раз говорю, оцениваю со стороны, не являюсь гражданином США, и не собираюсь им являться. Оцениваю со стороны. Вижу, что это, понять, если бы Америка не была такой крепкой страной, если бы она не отвечала за безопасность всего остального мира, в том числе, то было бы, ну, все равно не было бы направлять, потому что я не Трамп, и я понимаю, что все равно эта цепочка событий, она тянет за собой другие неприятные события. Вот, но Трамп опирается на самые, скажем, глупые такие слои, необразованные слои населения США, их, к сожалению, много, их тоже много, вот, которые, которым, что нужно? трамп, трампа-то жириновский, понимаете, что тебе надо? Не надо, бензин надо, дорогой бензин, на тебе бензин дешевле, что тебе надо? У меня бабы нету, на тебе две, а у тебя что нет? А у меня мужика нету, нет вопросов, на тебе четыре. Вот это Трамп. Ну, и, скажем так, люди, у которых, скажем, IQ не самая высокая в мире, они его поддерживают. Ну, Гитлера когда-то поддержали, что ж Трампа не поддержать? Трампа тоже можно поддержать, ну, вот. Вот поэтому, да, так, возвращаясь, что я расходился, возвращаясь к нашим баранам, суд в Колорадо ему запретил участие, в выборах, по крайней мере, в Колорадо, это прецедент, это хороший прецедент, дай бог, чтобы американские суды действительно рассматривали, да, до этого суд в Вашингтоне, другой, определился, сделал важнейшее определение о том, что Трамп не имеет права воспользоваться президентской надатарканностью, по событиям у Капитолия тогда, и, соответственно, его можно судить по этим вопросам, так же, как любого другого погромщика, которые тогда были в Капитолии, вот, собственно говоря, и хорошие новости, ничего нельзя сказать, с моей точки зрения, новости хорошие, вот, то есть, это уже второй американский суд, я говорю, на нем, на этом живжике, на нем столько, он семь раз был банкротом, вы поймите, но это, это другой вопрос, то, что он семь раз был банкротом, нельзя ему, вину, как бы поставить, как вот президенту, в Америке много проходимцев, очень много, есть такие проходимцы, которые почищат Трампа, извините, они и по 15 раз были банкротами, не вопрос, но никто из них, слава богу, не лезет в президенты, вот там и все, так что, слава богу, американские суды, постепенно, постепенно начинают, работать, как это необходимо, и будем надеяться на то, что вот эти вот 90 обвинений, среди которых большая куча обвинений, это не экономические, хотя экономические тоже очень важны, там и воровство, противных денег, и так далее, но, и проститутки, это опять, за это нельзя его, это скорее облика морали, но там есть важное обвинение, по участию в заговоре, по попытке повлиять на результат выборов, и т.д., и т.п., вот, и будем надеяться, что американские суды, поставят точку в этой истории, потому что я что-то еще раз говорю, я не верю, что 90 или сколько там уже больше, уголовных дел, возможно, вот так вот взять и расплевать, вот мне кажется, что не получится, и, еще раз повторюсь, у республиканцев есть масса очень хороших кандидатов, а глядя на Трампа, нормальная республика, я себе представляю, вот в каком бы ужасе был Рейган, вот, да, нормальные республиканцы, смотря на вот это, вот на эту, на эту, которая второй раз рвется быть президентом такой страны, честно, честно, шок, вообще чушку, хорошее решение суда, приветствую вас.